А зараз настав час спілкувания и с нашим гостем. Сегодня до нас завітал заступник міського головы Дніпра Михайло Лысенко. Я вас приветствую. Добрый день. На календаре ноябрь, а за окном минусовая температура, наверное, начнем все-таки с теплоблока. Итак, бездомные пункты обогрева, насколько готов город к этому сезону? Если говорить о пунктах обогрева, то, как правило, они устанавливаются, когда среднесуточная температура в районе минус 10, мы в прошлом году закупили все необходимое оборудование, то есть у нас есть все необходимое для этого. Когда температурный режим опустится до установленных нормативами градусов, то есть мы обязательно будем их разворачивать. Но учитывая опыт прошлого, позапрошлого и 2015 года, к сожалению, все эти пункты обогрева моментально превращаются в головную боль для сотрудников полиции. Там начинается распитие алкоголей, там начинаются драки, там начинаются скандалы. И, в принципе, как правило, эти пункты обогрева очень редко кто использует для того, чтобы там находиться или там где-то переночевать. Его используют, к сожалению, для каких-то основных там непонятных мероприятий, то есть те, о которых я там говорил. Есть, например, у нас два основных пункта обогрева, которые пользовались спросом, где люди действительно останавливались. Это в ловене от бывшей площади Островского и в районе жилмассива Красный Камень и ныне Покровская. То есть там, в принципе, два пункта, которые пользуются спросом. Будем смотреть конкретно с сотрудниками полиции, будем определять места. Ну а пока о температуре минус 10 речь не идет, тем более у нас ожидает еще очередное потепление, слава богу. Сможем сэкономить немножко и на газе. Поэтому мы, в принципе, готовы к любому варианту развития событий. Итак, батареи горожан. Везде ли все тепло? Если брать сухие цифры, на сегодняшний день 100% теплом обеспечено порядка 98,5 квартир города. Существуют, существовали и будут существовать везде и во всем мире проблемы, когда начинается старт отопительного сезона. Это связано, прежде всего, с тем, что в течение года проводились какие-то ремонтные работы. То есть, с системы отопления сбрасывался теплоноситель. Либо-то меняли котлы, либо кто-то из соседей заменял батареи на более другие. И после того, когда система опустошается, мы ее перед началом отопительного сезона, как правило, это там август месяц, сентябрь месяц, мы ее полностью запускаем. Но проблема завоздушивания, она выявляется после того, когда котельные начинают работать на полную мощность, температура теплоносителя подается, то есть, она расширяется. И эта проблема есть, была и будет во всех самых развитых странах. Я об этом говорил сейчас. То есть, ну, проблемы этой нет, по-моему, там в Португалии, там в Испании и в Японии. За исключением острова Хоккайдо, по одной причине, там вообще автономного отопления нет. Никакого отопления нет, там окна у людей в одно стекло стоит. То есть, и эта проблема была, есть и будет всегда. То есть, ну, более-менее опытные жители знают, что для того, чтобы запустить стояк, достаточно подняться на верхний этаж. Там установлены во всех, практически во всех системах, так называемые краны Маевского. Необходимо просто спустить воздух, и система начинает работать. Бывают какие-то проблемы, где-то там запали щечки на каких-то там кранах. То есть, ну, если этот отопительный сезон сравнивать с тремя предыдущими, ну, я просто смотрю по количеству обращений. Сейчас у нас день там, ну, там, ну, до 400 заявок. А отопительный период с 15 на 16 год, в день где-то было там 1700-1800 заявок в среднем. Как правило, в течение одного максимума двух дней мы все заявки по квартирные выполняем. Есть определенные проблемы с некоторой, там, в частности, там, с детскими садиками, да, где несвоевременно заведующие провели определенные регламентные работы, хотя это непосредственно входит в их функциональные обязанности. Но, то есть, здесь уже приходится действовать в ручном режиме, подключаться. Также со стартом отопительного сезона, и бывают, имеют место где-то какие-то там аварии. То есть, ну, сейчас у нас круглосуточно мы занимаемся. То есть, у нас создан у меня в приемный штаб, мы занимаемся всеми этими вопросами. То есть, на сегодняшний день старт отопительного сезона, если брать в общем, то есть, ну, по 10-ти бальной системе я оцениваю на твердые 7,5. Если говорить о температурном режиме, то, ну, уже же определенные инспектирования произошли. Насколько в садиках хотя бы и школах тепло? В больницах? Если брать общегородской показатель, то есть, на сегодняшний день температура соответствует всем нормативам. Однако, для жителей будет шок, ну, кто там, я даже не буду говорить цифры, пусть люди проверят сами. Пусть они сравнят средненормативную температуру у нас, в Германии, в Норвегии, в той же Польше. Многие будут смешно удивлены. То есть, у нас, если у нас там считается нормальная температура, все считают комфортно, в квартире должно быть там 22-21, то для жителей скандинавских стран их норматив там в районе 15 градусов. У нас просто с советских времен все привыкли ходить по квартире, прошу, пусть никто не обижается, в трусах. А там люди к этому более относятся настороженно, потому что все прекрасно знают, что это и деньги, и экономия, и все остальное. То есть, ну, кому нравится ходить, и люди привыкли, мы будем делать для этого все максимальное, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Но, тем не менее, общемировая, общеевропейская практика, она говорит даже, например, по советам, когда приезжала большая комиссия по энергосбережению в Киев, это было в марте этого года, то есть, они нам даже давали замечание, что у вас слишком завышенные нормативы, о том, что в ваших квартирах слишком по нормам тепло. Я, честно говоря, был шокирован, и когда они предоставили данные, температурный график, и вот посмотрите, сколько в Германии, сколько там, сколько там, ну, я, честно говоря, был немножечко ошарашен. Если говорить о Днепропетровской области в целом, то сейчас очень серьезные проблемы в Криворожском направлении. Вот могу спросить вас о Днепре. Город Днепр будет с теплом в 2018-2019? Он будет с теплом и в этом году, и в следующем, и, я думаю, в обозримом будущем, поскольку к вопросам закупки, приобретения, получения лимитов на газ, мы занимаемся этими вопросами не в августе, а эти вопросы мы начинаем решать в марте, в апреле месяце. То есть, и мы к подготовке отопительному сезону, в принципе, готовы, и огромное спасибо и руководству Днепрогаза, то есть, у нас нормальные партнерские отношения, мы всегда соблюдаем взятые на себя обязательства, и они соблюдают взятые на себя обязательства. То есть, мы к отопительному сезону начинаем готовиться в марте. Начинать готовиться к отопительному сезону в августе – это полностью провальная стратегия. В августе уже надо лежать, уже надо думать о том, как готовиться к через одному сезону. Ну, такая вот ситуация. Любимый мост Михаила Лысенко. Да. Ситуация, какая сейчас, вы частично уже сказали в отдельных СМИ, ну, все-таки сроки. То есть, даже прозвучала такая фраза, что не будем привязываться, сделаем хорошо. Давайте поговорим. Смотрите, в принципе, на сегодняшний день, ну, если, допустим, мы уберем все погодные условия, абсолютно реально на сегодняшний день мост запустить к Новому году. То есть, это технически, вы видите, в каком количестве работает техника и днем, и ночью. Можно и в 2 часа ночи приехать, посмотреть. Тем более, у нас окна телекомпании. Вот, от вас же вообще не скрыться, у вас все видно. То есть, реально, на сегодняшний день, согласно нашим данным, у нас, ну, мы приедем, проверяем этих надзор, у нас где-то рабочий день на сегодняшний день на мосту составляет порядка там 18 часов. 18-19 часов, то есть, люди работают все время, их несколько смен. После неудачного опыта работы с предыдущим подрядчиком, даже наш подрядчик, который нас на сегодняшний день, в принципе, устраивает, я решил подстраховаться, это было персонально мое решение, мэру я его озвучил, но он сказал, что я сам несу ответственность за мост, поэтому принимаю решение я, мы приняли привлечь к консультациям не только подрядной организацией, а и поставщиков определенных материалов. То есть, о чем это говорит? Ну, допустим, мы там использовали суперсовременную гидроизоляцию на отремонтированной части моста. Я встречался с подрядчиком, то есть, с организацией, которая занимается изготовлением этих материалов, говорю, у нас такая-то, такая-то температура, можно ли наносить на нее в этот период гидроизоляцию? Я говорю, да, хорошо, хорошо, то есть, вы говорите, да, давайте организуем, говорю, по этому поводу рабочее совещание, это все запротоколируем, это все подпишем, для того, чтобы в случае, если изменится температурный режим, и это отразится на качестве материалов, чтобы вы потом не говорили, а мы не говорили, а мы не знали, а мы думали, что скорость ветра такая, да, то есть, поэтому сейчас их представители приехали, они сейчас ознакомливаются исходом работ, они знакомятся с температурным режимом, и я думаю, до конца недели мы примем решение, какие виды работ мы будем, либо мы закончим полностью в этом году, либо как на сегодняшний день, получив всю информацию, я склоняюсь к тому, что, скорее всего, все основные работы мы полностью закончим в этом году, а гидроизоляционный слой и асфальтное покрытие, может быть, это еще вопрос не решен, может быть, мы перенесем его на весну, то есть, мы установим колесоотбойный брус, освещение, все, что необходимо, а асфальтное покрытие и гидроизоляцию, возможно, мы перенесем, скажем там, на март месяц. Это рассматривается вариантом, еще не окончательный, окончательное решение пока не принято. Многих жителей Днепрада и гостей их интересуют, вот когда едем по уже отремонтированной части, вот эти вот стыки, так называемые, щелчки, почему это так, это чтобы не рвалось, давайте объясним просто зрителям. Прежде всего, если можно сравнить это с проблемой, люди говорят, ой, появились там, мы едем, появились эти так называемые деформационные швы, и ты когда едешь по мосту, издается какой-то звук. Это можно сравнить с тем, что жил себе человек в квартире, у него не было холодильника, он купил холодильник, а потом, говорит, купил холодильник, что-то тихо в углу начало жужжать, что делать? Просто раньше этого не было. И конструкция моста, она не предусматривала наличие деформационных швов. Ну, для того, чтобы жителям было понятно, вы все видели, когда разобрали основание моста, мост состоит из плит, да, и мост, кто находится, вот сейчас, может, пешком, кто люди хотят прогуляться, выйти на центральную часть, когда проезжает рядом транспорт, даже легковой, вы ощущаете колебания моста, то есть мост движется, это не монолитная конструкция. И все эти зазоры между плитами, они находятся в постоянном движении, в постоянном движении. Раньше этот стык, наши очень важные инженеры советские, они приняли решение накрыть его листом металла, к нему приварить армосетку и заасфальтировать. Что происходит? То есть получается, когда мост движется, а чтобы было понятно, то есть там перепады составляют до 5 сантиметров, в зависимости от температуры, от нагрузки, до 5 сантиметров. То есть происходило движение, то есть плиты тянули металлическую пластину, металлическая пластина за собой уже тянула асфальт. И какой мы асфальт туда только не укладывали, какие мы туда не укладывали присадки, ничего не помогало, ни один ремонт больше двух лет никогда не держался. Тогда же жители сами кто-то из транспорта едят, видят, вот есть такие продольные трещины по асфальту. Вот это как раз именно те места, там где не было деформационных швов. И именно такие деформационные швы, они бывают разной характеристики, разного внешнего вида, они используются во всем мире. На Кайдатском оксту, кстати, на Кайдатском оксту деформационные швы есть, а здесь их просто не было и они появились. Но не надо забывать о том, что согласно правилам дорожного движения скоростной режим на мосту 40 км в час. Еще одна актуальная тема, метрополитен, стольный город Днепр, как движемся? Движемся в настоящий момент нормально. К сожалению, ранее было потеряно очень большое количество времени, то есть практически полтора года мы переделывали всю проектно-сметную документацию, которую нам передали люди, которые работали там до того момента, как я работаю здесь. Я никого не обвиняю, имеем то, что имеем. То есть просто мы заключили контракт, пришли подрядчики, согласно контракту мы должны были предоставить вовремя им проектно-сметную документацию. Но проектно-сметная документация оказалась, мягко говоря, некачественная. Очень большое количество ошибок. Кроме того, наш подрядчик выиграл тендер с учетом того, что если раньше у нас отделка тоннелей была предусмотрена из так называемого сегмента, то есть это чугунные такие конструкции, элементы, в большинстве стран мира эта уже технология не используется очень давно, используется так называемый австрийский метод. Это когда все это делается монолитно, один раз и навсегда, и не требует никакой дальнейшей эксплуатации и ухода. И в связи с тем, что подрядчик выиграл тендер именно с таким предложением, мы начали вносить изменения в проектно-сметную документацию. Это заняло, к сожалению, полтора года. То есть полтора года от скорости окончания метро, хотя подрядчики обещают нагнать, но я смотрю пессимистично, я настроен, что полтора года, к сожалению, было потеряно. На сегодняшний день работы подрядчика мы очень сильно довольны. Они пока нас еще не подвели ни в сроках, ни в качестве работ, ничего. То есть это действительно очень серьезная транснациональная корпорация, которая занимается строительством. Мы там с мэром недавно ездили в Стамбул, я там в Фейсбуке показывал, аэропорт, который построил компания Лимак. То есть если до этого самый крупный аэропорт в мире, я видел это в Атланте, который больше и лондонского, и хитрого, и Франкфурта, то на сегодняшний день, с учетом того, что они открыли только первый терминал, а их еще будет два, меня просто масштабы поразили. Я такого аэропорта никогда в жизни не видел. Я не понимаю, как такой объем можно было построить за три года, и взлетно-посадочную полосу, и терминалы. То есть к профессионализму, к качеству у нас претензий нет. На сегодняшний день движемся, экскаватор у нас никакие не тонут, как там недавно разгоняли. Просто попалось, кто-то там подбросил новость с шестимесячной давности, ее не проверил, и все средства массовой информации с удовольствием подхватили зраду, захотели сделать сенсацию. Ничего страшного, такое бывает, мы ни на кого не обижаемся. Не могу не спросить про крематорий. Мы время от времени с вами обсуждаем эту тему. Мы обсуждаем тему крематория. До весны этого года мы будем изготавливать проект. Проект очень чрезвычайно сложный. То есть таких проектов в Украине еще не было. Кроме этого, мы помимо нашей организации, с которой мы советуемся, то есть проектировочная организация, мы еще привлекли специалистов из Германии и специалистов из Голландии. То есть это две ведущие компании, которые занимаются и проектированием, и строительством, и эксплуатацией подобных крематориев. Тем более у нас в тех заданиях, в проектировании крематорий запроектирован такой, у которого выбросы равны в полном смысле слова нулю. Абсолютно. То есть это абсолютный ноль. Это никакие там не сплетни, никакие не слухи. То есть я планирую, что ориентировочно проектирование мы закончим, ну там, апрель, март, май. Два месяца экспертиза. Я думаю, может быть осенью следующего года, я с запасом беру, мы объявим тендер, и может быть к началу, к концу 2019 года мы приступим к его строительству. То есть, но проектирование и само оборудование, оно чрезвычайно сложное, оно очень сложное. Его легко эксплуатировать, но сам монтаж, сама наладка, подбор всех необходимых компонентов, он действительно, он очень сложный. И тут ни в коем случае нельзя дать, как говорят народи, в штангу. Вы уж прекрасно понимаете, что если где-то что-то будет не так, я не объясню, ой, вы знаете, мы там ошиблись, а мы там чуть-чуть просчитались. То есть он должен работать идеально, он должен работать как часы. Поэтому мы приняли решение привлечь специалистов, те, которые занимаются этим на протяжении последних 30 лет. То есть не методом тыка пробовать получится, не получится, а взять две организации, которые этим занимаются. Хозяйственные планы на 2019, давайте хотя бы так вкратце. Прежде всего, из основного, это однозначно закончить набережную на жилмассиве Победа. Я думаю, это будет реконструкция парка Глобы. В мечтах строительства четвертой петли развязки на Донецком шоссе. Замена бордюрного камня по всему Донецкому шоссе, поскольку с него там остались уже одни ошметки и торчит арматура. Это улица Курчатова, завершение мы завершим и в этом году. То есть там будет в следующем году все-таки улица Боброво. Большое количество скверов, парков на следующий год. То есть будем смотреть уже дальше, исходя из непосредственных финансовых возможностей. После того, как Киев примет свой бюджет, мы уже будем смотреть на свой бюджет. И очень сильно надеемся о том, что в следующем году все-таки сдвинется с мертвой точки строительство аэропорта в городе Днепр. Поскольку и я, и как и все остальные жители, думаю, это, наверное, на сегодняшний день один самый большой дискомфорт для жителей. Жители города стали, ну там разные авиакомпании, там частности, там Стар Альянс, там МАУ. Они выкладывали там данные. То есть и количество жителей города Днепра за последние 3,5 года, которые пользуются авиатранспортом, оно выросло в 3,5 раза. В 3,5 раза. А для того, чтобы уехать, надо либо ехать в Запорожье, что не очень удобно, либо еще хуже, в Киев. Кто мешает власти Днепра работать? Есть те, кто вставляет палки в колеса? Там время от времени звучат фразы. Активисты, еще вот что-то меняется в этом направлении? Вы знаете, я скажу так, самое большое зло, это, наверное, все-таки зубы жения наших жителей. У нас жители, большинство, ну прежде всего, недавно там один политик в этом сказал, я достаточно в это верю. То есть многие люди, в частности, и завидуют чем-то там успехам, завидуют каким-то там результатам. И людям, как ни сделай хорошо, все равно будет плохо. Положили асфальт новый. Вот они положили асфальт, а теперь машины начали летать, а вдруг они собьют ребенка. Хорошо. Положили лежачие полицейские. Вот зачем они положили лежачие полицейские? Машины теперь тормозят, скрипят, я не могу спать. Поставили освещение. Зачем они поставили освещение? У меня окна светят, у меня нет денег на шторы. Зачем они это все поставили? Пусть выключают ночью. То есть, ну, активисты, вы понимаете, активисты, как таковых активистов, которые живут сами по себе, они не существуют. После 2014 года у нас в стране это определенная профессия. То есть, в 90% случаев все общественники, все активисты, они отрабатывают чей-то хлеб. Если каким-то там политическим силам уже неудобно, которые там распылили весь свой потенциал, весь свой авторитет, они сейчас действуют, поливают грязью власть, кого-то через так называемых общественников, формируя искусственное, якобы общественное мнение. Но хотя все социальные опросы, все срезы, которые мы проводим, а мы проводим их огромное количество, говорят совершенно о другом. Я благодарю вас, что вы пришли к нам в студию, ответили на нужные вопросы. Чувствуется прямой эфир. Мост. Да, мост стучит. Дякую, что знали, смогу и завітали до нас. И, сподіваюсь, бачитеся частейше в этой студии. Дякую. Ну, а глядачам 9-го канала, нагадаю, что у гостях у нас був заступник міського головы Дніпра Михаил Лисенко. Продолжение следует...